С жилетом и кругом Фёдор Самохин не расстаётся. На работе от них практическая польза, на занятии наглядная. Просто читать лекцию ребятам младшего школьного возраста бессмысленно. Это спасатель понял сразу. Им нужно всё примерить и потрогать, и показать. Как очистить лёгкие тонувшему, как сделать искусственное дыхание. Новые знания сразу закрепили на практике. Тренировались друг на друге. Сильно это давит, потому что можно им игру сломать. Полсотни ребят провели время весело и с пользой. Не только запомнили правила, о которых рассказал спасатель, но и сделали собственные выводы. Например, ты катаешься где-то, например, на катере каком-то, и вдруг видишь, человек тонет. А если ты не умеешь плавать, как ты вообще сможешь что-то сделать, помочь ему? А нужно научиться для этого плавать. Умение плавать, впрочем, не всегда спасает, поправил специалист. Это стоит запомнить не только детям, но и взрослым. У нас водоемы такие опасные, то есть реки с большим течением, с двойными днами, там арматура валяется, камни, где можно повредить себя, где-то зацепиться можно. То есть опасные реки у нас где, что Амур, что Зе. Ну, в принципе, озера также тоже опасные. Видимости никакой нет уже, и поэтому, если ныряешь, можно потеряться во всех пространствах. Такие занятия пройдут во всех лагерях города. Необходимость разъяснять и повторять есть. С начала купального сезона в Приамуре утонуло 14 человек, половина погибших – дети. Кристина Коширина, Богдан Храмов, Сергей Захарушкин. Программа «Город».